Добрый день! В эфире Инсталайф Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского Федерального Университета и я его ведущего, я ее ведущая Адель Шамилова. В ходе сегодняшнего прямого эфира вы можете задавать вопросы о приеме документов, образовательных программах, вступительных испытаниях, об основах студенческой жизни и так далее. На ваши вопросы ответят проректор по научной деятельности Казанского Федерального Университета, директор Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Данис Карлович Нургалеев, а также заместитель директора по практикам и взаимодействию с работодателями Андрей Анатольевич Серехин. Для начала предлагаем посмотреть информационный ролик нашего института. Институт геологии и нефтегазовых технологий восхищает своей богатой историей. Обучение геологическим наукам началось практически сразу же после образования самого университета. За два столетия в Альма-Матер сформировалась и получила всемирное признание Казанской школы геологов, а после, продолжая современную историю вуза Геофак, расширил свои границы и заявил о себе как Институт геологии и нефтегазовых технологий. Данное преобразование состоялось с 5 мая 2011 года. Уже сегодня в арсенале сотрудников института имеются передовые технологии, мощное научное оборудование, образовательные программы, учитывающие давние традиции геологического образования. Нефтяные компании — основные игроки на биржевых торгах. Цену на этот важнейший ресурс определяет общее состояние рынка. Не удивительно, что работа в нефтедобыче и нефтеразработке — одна из самых престижных и стратегически значимых в современной России. Но кто они, современные геологи? Специалисты по геологии, главные по строению земной коры? Так говорит словарь. А что говорит о себе сама профессия? Сегодня не нужно умываться нефтью, чтобы стать геологом. А что нужно? Думать. Из школьного курса известно каждому, что черное золото образовалось много миллионов лет назад, а теперь нефть залегает в особых горных породах, содержащих пустоты в породах-коллекторах. Сегодня сотрудники геологических служб детально изучают распределение пород-коллекторов в пределах месторождения нефти, определяют места для бурения скважины и контролируют процесс бурения, где отбирают образцы горных пород. Обнаруженную нефть необходимо извлечь из пустот внутри породы и поднять на поверхность. Для этого существует множество способов. Напомним, из нефти мир получает не только бензин и пластмассу, но и большинство вещей человеческого обихода. Безусловно, углеводороды важны, однако для промышленности и строительства нужны и другие виды ресурсов. Особенно человечеству полюбились руды черных и цветных металлов и драгоценные камни. Да, добычей данных ресурсов тоже занимаются специалисты, выпускники Института геологии и нефтегазовых технологий. Благодаря труду специалистов нефтегазового сектора ежедневно летают самолеты, ездят автомобили, строятся дома, из кранов течет вода, производятся одежды, обувь и даже продукты питания. Наверняка вы и не задумывались над этим, но еще одним важнейшим полезным ископаемым является вода. По подсчету ООН, население Земли к 2040 году составит более 9 миллиардов человек. Как отмечают специалисты, уже через 20 лет на планете будут использованы 70% доступного годового объема пресной воды. Изучением водных ресурсов занимаются гидрогеологи, чьи исследования должны решить проблемы с недостатком питьевой воды. Возвращаясь к сегодняшнему дню, стоит отметить, что человечество вошло в эпоху развития цифровых технологий, где все более важными становятся междисциплинарные подходы к научным геологическим исследованиям и решению производственных задач. Так, например, совместно с геофизиками геологи изучают процессы распространения физических полей в геологических средах, фактически просвечивая недры Земли. Каждое месторождение, как и человек, имеет этапы своей жизни. Нефтяники называют их открытие, разведка, разработка и эксплуатация. И теперь, когда значительно расширилось географическое расположение месторождений нефти и газа, когда плавучие буровые установки появились в акватории целого ряда морей, стране и миру крайне необходимы соответствующие специалисты, переходя от слов к делу, студенты получают навыки на первой геологической практике, которую проходят все профили обучения. Будущие специалисты учатся правильно описывать геологические разрезы и проходящие процессы. Безусловно, речь идет не только о дневных учебных маршрутах. А вот производственную практику студенты проходят в крупных геологических и нефтегазовых компаниях. Для распределения студентов институт проводит не только ярмарки вакансий, но и различные мероприятия совместно с партнерами. Не менее интересны условия работы для начала карьеры молодого ученого. В институте функционируют несколько научных сообществ, студия геоинформационных систем, технологий и еще многое другое. Безусловно, ни одной учебой жив студент. В институте геологии и нефтегазовых технологий есть уникальная возможность реализовать свои творческие способности. Важно и то, что приезжие студенты института геологии и нефтегазовых технологий КФУ обеспечиваются общежитиями. Многие из них уже с первого курса живут в лучшем кампусе России, деревня Универсиады. Завершив обучение в институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ, выпускники становятся востребованы на производстве. С целью содействия трудоустройству университет развивает партнерские отношения с ведущими компаниями нефтегазового и геологического секторов. Такие интересные, многосторонние и, что немало важно, востребованные на современном рынке труда профессии, геолога и инженера нефтяника вы можете получить в институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Это позволит построить успешную траекторию личностного, профессионального роста, развития для осуществления самой заветной мечты. С приветственным словом нашу встречу продолжит Данис Карлович. Расскажите, пожалуйста, что сегодня себя представляет институт геологии нефтегазовых технологий, какие перспективы открываются студентам и и так далее. Дорогие друзья, я очень рад вас приветствовать в эфире, в сети интернет. И действительно, сегодня технология нам позволяет, скажем, общаться на расстоянии и задавать вопросы, и ощущать себя практически в одной аудитории, в одном здании, в одном классе, лицом к лицу, что называется. Конечно, профессия геолога, нефтяника, я считаю, что это самое интересное, самое современное, и самое приятное во всех отношениях профессия. Ну, во-первых, сегодня профессия нефтяники и геолога, она колоссально востребована. Наши выпускники устраиваются на работу 100%. То есть иногда из наших выпускников идет просто борьба. Например, я в прошлом году наблюдал, когда 10 предприятий Роснефти между собой сидел в одном зале, соревновались, значит, кто возьмет какого выпускника себе. И был такой торг очень интересный. И мне было очень приятно, что вот наши выпускники с таким успехом, значит, на таких вот торгах, я уж скажу так смешно, да, их забирают разные предприятия самой крупной в мире нефтяной компании. Это одна сторона. То есть сегодня нефть — это интересно, это, скажем, успешность человека, человек работает в нефтяной компании, в газовой компании, считается, что, да, у него хорошая зарплата, у него прекрасная работа и прекрасное будущее. Это одно. С другой стороны, профессия геолога, профессия нефтяника, она не просто вот хорошо обеспечена, но она и очень интересна. Геологи — это не только нефтяники, это люди, которые ищут золото, металлы, уголь, любые полезные скопаемые, воду. И, конечно, это люди, которые находятся на природе. То есть сегодня геологам, в отличие от геологов, которые были 50-70 лет тому назад, не нужно обязательно быть спортсменами, такими, значит, мужчинами с мускулатурой, с бородой, такими сильными людьми, которые, значит, могут выйти в тайге, там, месяцами ходить, там, выживать. Сегодня хрупкие женщины за компьютером делают такие же открытия, как люди делали 70 лет тому назад, скажем, в тайге, в непроходимых местах земли. Поэтому сегодня профессия геолога, она не означает, что это такая типичная мужская профессия. Сегодня у нас даже больше девушек поступает на геофакт, институт геологии нефтегазовых технологий, потому что это самая современная профессия, я уже сказал. Это профессия, которая сегодня, наверное, в России наиболее цифровизирована. Сегодня наибольшей цифровизацией могут похвастаться нефтяные компании, потому что у них есть деньги, и они, например, такие компании, как «Газпромнефть», например, они находятся на острие вот этого процесса цифровизации сегодня. Вот я просто могу сказать, как я лично выбрал эту профессию. Я приехал в Казань поступать на Мехмат. Я очень интересовался математикой, побеждал в математических олимпиадах в Башкирии, правда, я жил в деревне. Приехал в Казань и ходил, смотрел на вывески, куда кто поступает, Мехмат, вот я, да, очень хорошо, математика. И потом я случайно увидел геологический факультет. Смотрю, геофизика, странно, что такое геофизика? Я спрашиваю, что такое геофизика вообще, интересно, что это такое? Они говорят, ну, это вот, понимаете, вот, когда физик, там, вот, геолог, значит, на природе, я говорю, это физика на свежем воздухе? Они говорят, точно, физика на свежем воздухе. Я говорю, нам это нравится, потому что я очень любил путешествовать, и, знаете, вот это решило, вот мой выбор, так сказать, мой выбор был, значит, обеспечен, и я пошел на геофак, и нисколько об этом не жалею, потому что, во-первых, я мечтал путешествовать, и эта моя мечта сбылась. Я за это время, когда я работал геологом, я побывал на всех континентах практически, ну, в Антарктии еще не было только, да, собираюсь, вот. Вот, работал, проводил полевые экспедиции в пустыне, в джунглях, в горах, в России, я был в самых непроходимых местах Российской Федерации, в Казахстане, в пустынях, значит, Южной Америки, в тайге, в Северной Америке, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, понимаете, это профессия человека, который любит природу, который любит путешествовать, кроме того, что это просто интересная такая профессия с хорошей зарплатой. И когда ко мне приходят ребята, молодые школьники, поступают, я говорю, знаете, вот, чем отличается геолог, будущий геолог от человека, скажем, который, ну, не интересуется геологией, вот, если вы берете кусочек, вот, почвы, смотрите, это грязь, а если вдруг, говорите, слушай, вот там есть кристаллы кварца, полевого шпата, смотрите, там, если помыть хорошенько, то в любой почве есть кусочки золота, там, даже алмазы можно найти, да, вот, то это человек, который способен стать геологом, наверное, да. Вот такая интересная колоссальная профессия геолога, ну, я могу просто своей практикой немножко рассказать, да, вот, я один раз, однажды был, работал на севере Якутии, там, где мы искали алмазы, то есть, 20 лет люди искали кембролитые трубки, не могли найти, и мы бурили такие места, где вот было скопление алмазов, россыпи алмазов, да, бурили скважину, доставали керн, мыли его и вот так вот держали алмазы, вот, была такая фабрика алмазов, значит, да, и вот, когда алмазы были такие черненькие, среди них попадались, очень мало попадались хороших алмазов, но, тем не менее, это были настоящие алмазы, это были такие дикие места, где было, где от комаров стоял гул, как будто трактор рядом работает. Знаете, это биолог говорит, 6 килограмм на гектар. Если вы снимаете свой накомарник, то вам не кушать, не дыхнуть там, не покурить. Я в то время еще курил, вот невозможно было. Вот такие интересные места. Или, например, Южная Якутия, например, там это называли, это якутская Сочи, говорили, да, это прекрасные места, это вот сопки, багульник, медведи там иногда пробегают, такой запах вот этого багульника от этих цветов, такие ягоды, рыба, бросает удочку в реку, еще мушка, это вот крючок с волосинками накручен, не долетает до воды, а уже хариус выпрыгивает, его хватает, вы раз, два, три, четыре, пять берете, жарите их там, кушаете и все, и уходите. Вот такие места такие. Вы знаете, все это колоссально интересно. На самом деле, конечно, вот у нас на геофаке, в институте геологии и нефтегазовых технологий есть такая, такой лозунг. Кого мы готовим? Вы знаете, мы готовим счастливых и успешных людей, мы говорим, не то что специалистов, да, а говорим, да, специалисты само собой, но это должны быть счастливые и успешные люди, они должны быть успешны, трудоустроены, должна быть хорошая зарплата, хорошее жилье, они должны иметь, я не знаю, хорошую машину, квартиру там, да, это понятно, да, но кроме того, они должны быть счастливы, то есть они должны быть, им должна нравиться их работа, они должны с удовольствием идти на свою работу, с удовольствием, с восторгом уезжать в командировки, там, узнавать новые места, открывать для себя новые территории, новые знания, новые земли, ведь мы живем на такой прекрасной планете, да, мы сегодня открыли уже несколько тысяч планет во Вселенной, которые существуют, они очень похожи на Землю, но это вот одна единственная, которую мы знаем и, конечно, на геофаке проводятся не только, не только проводятся вот исследования, связанные с практикой, есть некие фундаментальные проблемы, которые, может быть, сегодня не имеют такого практического значения ярко выраженного, но они тоже очень интересны и мы их изучаем, да, еще одна, еще один большой проект, который мы, значит, сегодня развиваем, это проект связан с глобальным потеплением, глобальное потепление связано с парниковыми газами, да, вот все говорят углекислый газ, метан, и вот у нас есть интересный проект, который связан, вернее, который мы изучаем эмиссию метана в прошлом, геологическом прошлом, сегодня, в будущем, возможно, да, и этот метан связан с залежами нефти и газа, ведь залежи нефти и газа образовывались и в прошлом, они разрушались, образовывались, разрушались, снова образовывались, снова разрушались, это метан выходил на поверхность, значит, попадало в атмосферу, это приводило к изменениям климата, и вот эти вот изменения мы можем обнаружить по осадкам, по их исследованию, по исследованию изотопов углерода в этих осадках, мы можем сказать, а сколько же было метана, углерода и откуда он взялся. Мы, например, знаем, что сегодня есть огромные залежи углеводородов и нефти в Баженовской свите. Примерно 1 миллион квадратных километров в Западной Сибири на этой территории располагается Баженовская свита. Это толщиной метров 20-30-40 метров, в разных местах по-разному, которые содержат до 200 миллиардов тонн углеводородов. Это гигантский запас. Но сегодня это не просто нефть, это и кероген, это твердый геополимер, который образовался под действием высокой температуры из той органики, которая была раньше, биосфера была, она захоронилась, и вот это вещество органическое превратилось в биогеополимер, такое интересное твердое вещество, из которого в некоторых случаях при поступлении тепла из недр земли образовывалась нефть, а некоторые сейчас его осталось в твердом состоянии, и мы сегодня можем его превратить в нефть, сделать ее нефтью и добыть ее. И, например, когда мы знаем, когда образовался вот эта огромная толща богатой органикой, то отобрав в Индийском океане колонку керна этого возраста, мы можем увидеть по изотопам углерода, что эта аномалия возникла за счет того, что огромное количество органики было захоронено в Западной Сибири. То есть вот такие исследования или исследования, например, льда в Антарктике, пузырьков льда, мы по ним можем определить, а сколько же было метана, скажем, там 300 тысяч лет назад в атмосфере Земли, или, например, там 400, полмиллиона лет тому назад, миллион лет тому назад, да, можно построить кривую изменения содержания углекислого газа, метана, его изотопный состав определить, и определить, откуда этот метан взялся, и как это влияло на климат, и как это в будущем повлияет на климат. Например, сегодня, значит, во многих странах добывают сланцевый газ, да, этот сланцевый газ, когда делают гидроразвив пласта, для того, что там нет залежи, там нет покрышки, этот газ начинает выделяться, и сколько мы успеем отобрать, скажем, в трубу, в которой мы добываем, в скважину, в которой мы добываем этот газ, а все остальное, это уйдет в атмосферу, да, и вот этот газ, он может привести к изменениям климата, колоссальным изменениям климата, и чем больше мы будем увеличивать добычу вот этого сланцевого газа, тем больше будет эмиссии метана, которая будет влиять на климат Земли. Вот сегодня мы говорим про климат, да, вот видите, в этом году, например, такая ранняя весна, наверное, это погодные изменения какие-то, да, такие изменения были, там, 5 тысяч лет назад, но 10 тысяч лет назад были колоссальные изменения, которые сегодня мы даже себе представить не можем, например, да, уровень океана всего лишь, например, 11 тысяч лет назад он был на 100 метров ниже, где была эта вода, эта вода была в ледниках, на полярных шапках, сегодня этот лед растаял, океан поднялся на 100 метров, и сегодня поднятие океана всего лишь на 1 метр означает катастрофу глобальную, то есть это и восточный сейчас Соединенных Штатов, Северная Европа, Западная Сибирь, это все будет затоплено, то есть вот эти процессы, они колоссально интересны с точки зрения будущего климата, будущего Земли, с точки зрения теоретических проблем интересных, просто интересных, мы ими тоже занимаемся, вот, то есть проблемы, которыми занимаются геологи, они огромны, сегодня мы занимаемся палеонтологией, например, древняя наука, вот, древней жизни, вот, сегодня у нас есть специалисты, которые изучают, скажем, животных, которые жили там 250-300 миллионов лет тому назад, мы определяем, скажем, например, почему же там 65 миллионов лет тому назад произошла катастрофа, которая привела не только к гибели динозавров, так сказать, 80% жизни на Земле исчезла, из-за каких причин, да, есть там две теории, одни говорят, что упало огромное, там, космическое тело, да, вот, Шерслуп, Шерслупский кратер, значит, в Мексиканском заливе и прилегающих территориях, другие говорят, что нет, на западе Индии, есть такой платор декан, на котором было, значит, излияние трапов гигантских, которые продолжалось несколько миллионов лет, и это привело, значит, к загрязнению атмосферы, и вся жирность погибла, но вот эта вот гибель животных на этой границе, 65 миллионов сзади, она привела к тому, что возникли млекопитающие, из которых мы появились люди, то есть Земля претерпевала таких вот, масс-экстиншн, это гибели биосферы, это, ну, как минимум 5-6 раз таких крупных вот было процессов, таких вот явлений, событий, но на самом деле их было намного больше, и вот одно из таких событий происходит сегодня в наших глазах, человек появился, количество видов уменьшилось, значит, десятки раз, значит, в некоторых классах видов, да, потому что человек их уничтожает, то есть это тоже масс-экстиншн, то есть сегодня даже геологи говорят о новой геологической границе, вот, антропоцен, говорят, то есть вот человек возник, он возник как геологическая сила, и он изменяет природу, сегодня мы меняем климат, мы меняем животный мир, мы меняем биосферу этой планеты, да, это тоже геологическая эпоха, это вот тоже, скажем, если в будущем когда-то там люди придут сюда, какие-то существа придут сюда, когда уже на Земле людей не будет, пробудет скважина, это антропоцен это в это время произошла гибель животных гибель биосферы я могу много говорить ребят давайте вопрос я слушаю вопрос похоже появились уже я с удовольствием отвечу на вопросы и андрея анатольевича тоже представлю слово на ответ на вопросы спасибо за такое детальное вступление несколькими минутами ранее к нам в сети подключились иностранные обучающиеся поэтому я предлагаю рассказать какие условия предоставляет казанский университет для иногородних и в том числе для иностранных обучающихся здесь никаких проблем нет мы рады нашим студентам из других стран студентам иностранным гражданам во-первых все они могут проживать в комфортабельных условиях на территории действительно одного из лучших кампусов в россии это деревни универсиады вот по поводу условий дальше вопрос условия поступления для обучения о чем вопрос был вопрос такой когда будет прием документов для иностранных граждан да а какие условия для учебы предоставляет университет ну и соответственно да где они будут жить действительно ли в деревне универсиады и все плюсы обучение в университете для студентов можно озвучить прием документов у иностранных граждан будет осуществляться также в рамках приемной кампании всю информацию можно найти на нашем сайте специальным для абитуриентов также в университете есть целый большой отдел который занимается сопровождением и адаптации иностранных студентов вот что касается приемной кампании то он начинается с 22 июня но документы можно подавать и дистанционно на портале абитуриент кпу точка ру выход на этот портал можно получить ссылку так вот из соцсетей казанского федерального университета и соцсетей института геологии нефтегазовых технологий о которых мы еще вот расскажем позже тоже дадим на них ссылки обучение у нас ведется касается относительно иностранных студентов также как и студентов российских условия обучения в принципе отличная в части и учебно-научного оборудования но наверное иностранных граждан в первую очередь интересуют условия еще и проживания бытовые условия это конечно же деревне университета если иностранные студенты еще не представляет что это такое то есть это кампус где вы живете на огороженной территории пропуск туда осуществляется по документам соответственно специальный пропуск на вхождение в эту территорию комната на 24 человека в комнате соответственно есть все бытовые удобства условия действительно хорошие и достаточно привлекательные достойность условия проживания насколько актуальны знания которые получают иностранные студенты в университете и могут ли они их применить у себя на родине разумеется дело в том что что касается программ и бакалавриата и продолжающегося обучения в магистратуре то мы сотрудничаем в части и обучения в части организация производственных практик учебных практик и трудоустройства с ведущими российскими компаниями и зарубежными компаниями такими как вот шлюмберже такими как british petroleum поэтому все знания которые у нас получают студенты по направлению геологии по направлению нефтегазовое дело является актуальными и делают их высококонкурентоспособности конкурентоспособными на современном рынке труда хорошо переходя от иностранных студентов к общему числу абитуриентов со всей россии расскажите пожалуйста а наверняка ведь ребята проявляют интерес к олимпиадам которые проходят в институте геологии нефтегазовых технологий какие возможности открывают эти олимпиады и для чего проводятся подобные мероприятия это очень интересный вопрос вы знаете действительно у нас выстроены такие уже долгосрочные большие мероприятия для школьников мы предоставляем все возможности для школьников чтобы они смогли сделать свой профессиональный выбор правильно прийти к нам поработать вместе с нами принять участие в наших мероприятиях и сделать для себя выбор готовы ли они выбрать профессии геолога или нет ну мы надеемся собственно говоря все к нам приходит практически они вот загорятся этими идеями нашими и останутся с нами что касается олимпиад олимпиад по диалоге проводятся много я выделю из них во-первых это олимпиада по диалоге межрегионального казанского федерального университета она проходит два этапа первый этап бывает осенью это в ноябре-декабре второй очный этап бывает в январе что это олимпиада дает нашим потенциальным абитуриентам это преференция при поступлении в части правилам приема казанского федерального университета предусмотрено что победители олимпиады получают плюс 5 баллов к результатам егэ в виде индивидуальных достижений а призеры получают плюс 3 балла также у нас есть не менее интересная далее для ребят олимпиада летняя полевая геологическая олимпиада она проходит в полевых условиях при спонсорной поддержке компании татнефть и малых нефтяных компаний республики татарстан юные елоги приезжают в поле и соревнуются по множеству направлений дело множество геологических направлений вот олимпиад проходит интересно ребята ходят маршрут они занимаются радиометрии гидрологии вот это очень интересная олимпиада которая собирает несколько сотен участников каждое лето и где можно проверить свои знания определиться со своими увлечениями способностями в общем-то найти свое место в жизни поверить себя такая вот интересная летняя геологическая олимпиада проходит у нас и конечно же у нас есть еще предметная олимпиада которая организуется министерством образования науки республики татарстан как как и все другие школьные олимпиады например математики физики такая же олимпиада есть и по идеологии там есть школьный этап который начинается осенью и заключительный этап республиканской олимпиады проходит как правило в январе феврале хорошо возвращаясь к теме общих правил приема расскажите пожалуйста какой минимальный проход был прошлого года и чем он отличается от прохода 2020 года будут ли какие-нибудь нововведения в поступлении для бакалавриата и магистратов вот я в части бакалавриата отвечу на этот вопрос в части вот здесь я хочу обратить особое внимание вот вопрос звучал как о минимальном проходном балле во-первых мы конечно сейчас ответим на этот вопрос это 200 баллов это 200 баллов 200 200 2 балла это минимальный проходной балл во-первых здесь не надо ориентироваться именно вот на эти 200 баллов которые сейчас сказал потому что эта информация является лишь ориентировочной а в этом году ситуация может быть иной она зависит от во-первых конкурсной ситуации и от результатов егэ по физике математики и русскому языку то есть по результатам егэ на основе которых мы осуществляем прием это раз во вторых не нужно ориентироваться именно на минимальный проходной балл правильное ориентироваться на средний проходной балл если говорить о нем то по направлению идеология можно говорить о 220 225 баллов по направлению нефтегазовое дело это 235 баллов вот примерно такой вот средний средний проходной балл вот на него и нужно ориентироваться устраивает устраиваются выпускники после окончания института в общем то действительно вот когда я сказал все наши выпускники имеют стопроцентную стопроцентное трудоустройство однако здесь что касается во первых конечно же определенный процент выпускников уходят службу в ряды вооруженных сил девушки создает семью уходят там декретный отпуск то есть такие варианты конечно имеет тоже имеет место такое развитие событий тоже может быть но однако те кто освоил наши образовательные программы у тех кто во время обучения демонстрировал хорошую хорошую успеваемость средний балл выше четырех а у студента вот вы сейчас школьники естественно у вас есть средний балл аттестата вам выставляют четвертные оценки оценки за полугодия у студентов же это выражается скажем в среднем балле успеваемости вот у тех у кого он 4 и выше имеет у нас стопроцентное трудоустройство ведущих немедленно их компаниях россии и за рубежом хорошо а какие еще возможности открываются после окончания бакалавриата может быть бакалавриата студенты могут поступить магистратуру и большинство значит этим пользуются значит поступают поступают у нас кто-то поступают другие вузы из других вузок на приходит то есть не только скажем вот геологи у кто закончил бакалавриат по геологии по нефтегазовому делу поступают нам магистра туры но так же математики поступали физики химики экологи поступают то есть сегодня вот существует такая возможность скажем поменять вашу на ваше направление специализациате специальность вот именно потому что вы вот существует эта система баллонскаяhad когда вы заканчат бакалавриат и можете принципе поступить магистратуру по другому направлению będ можешь быть например экологом и вдруг вы захотите стать пробеда нет работать больше не витяной области может пожалуйста после экологии поступить к нам в магистратуру на нефтегазовое дело или там на геологию. Точно даже физики могут поступить в нефтегазовое дело, математики. Это происходит. Из других вузов люди приезжают. И большинство наших студентов, они так и делают. То есть, наверное, небольшой процент студентов, которые закончили бакалавриат, уходят на работу. Но это связано либо им вот сейчас нужно именно зарабатывать, начать деньги, у них нет возможности там. Потом они могут возвратиться, поступить в магистратуру. Вот такая возможность существует. Вот здесь, конечно, это очень интересный вопрос. Я хочу сказать сегодняшним абитуриентам, что, наверное, нужно стремиться к тому, чтобы все-таки получить полное образование. Закончить бакалавриат, закончить магистратуру, получить полную специальность и потом уже устроиться на работу. Или пойти в аспирантуру. Например, если вы хотите заниматься наукой, вот такая возможность тоже существует. Почему я так говорю? Потому что вы, например, обучаясь в бакалавриате, может быть, вы глубже, лучше поймете, а кем вы хотите стать, какая вам работа больше всего нравится, например. Вот я знаю некоторых нескольких математик, ребята, которые занимались математикой, механики, гидромеханики. Они говорят, вот, а нам вот, мы учились, нам было интересно, вот, скажем, приложить свои вот знания в области нефтегаза, да, нефтегаза, гидрогеология, может быть, да. И они приходят к нам, обучаются и потом прекрасно трудоустраиваются в нефтяной компании и занимаются уже исследовательскими такими работами внутри компании. Получают хорошую зарплату, интересной работой занимаются. То есть, вот такое междисциплинарное перетекание, значит, бакалавров в магистры, оно может быть. И самое интересное, то, что вот я скажу для наших абитуриентов, для абитуриентов Института геологии и нефтегазовых технологий, в чем заключается? Вот у нас есть несколько прекрасных магистрских программ. Вот я сам иногда завидую тем студентам, которые сегодня поступают на эти программы. Программы наши, они очень интересные, они совершенно такие современные, мы их обкатываем на представителях предприятий, то есть у нас есть еще огромное такое, огромное подразделение, которое занимается, большое подразделение, которое занимается повышением квалификации сотрудников компаний. И вот здесь мы смотрим, что сегодня востребовано. Геомеханика, геохимические исследования, цифровизация, создание моделей, сопровождение моделей, совершенно новые технологии повышения нефтеотдачи. Мы вот этим направлением, во-первых, занимаемся исследованиями с компаниями в этих направлениях, и потом вот эти созданные технологии мы преподаем сотрудникам компаний и смотрим. Ага, те направления, которые хорошо у нас, значит, проходят в компаниях, мы создаем по этому направлению магические программы. И, наверное, наиболее интересные магические программы связаны с двойными дипломами, те программы, которые, программы двойных дипломов. Например, у нас есть программы с французским институтом нефти, значит, с Imperial College в Лондоне, да, с Фрайбергской горной академии, да. Сегодня у нас есть программа по стратеграфии нефтегазоносных резервуаров, а сейчас мы открываем программу по нефтегазовому делу совместно с Фрайбергской академией, да. Вот эти программы, они чем еще интересны? Дело в том, что они один год обучаются в России, у нас в Казанском университете, а другой год обучаются вот за рубежом, скажем, в Германии, там, во Франции, в Лондоне. Вот особенно мне интересна последняя программа, которую вот вы буквально в прошлом году открыли совместно, значит, с компанией British Petroleum и Роснефть. Эти компании поддерживают вот этих студентов, они дают им гранты для обучения в этих программах, потому что эти программы очень дорогие. Вот программа совместная, которую мы делаем с Imperial College, причем Imperial College это вуз, наверное, номер один. По крайней мере, он точно входит в пятерки лучших вузов, которые готовят специалистов в области нефтегазового дела. То есть, получив диплом вот такого университета, Казанского университета и Imperial College, вы имеете два диплома, два диплома магистра. Вы получаете возможность трудоустроиться в любой мировой нефтегазовой компании или сервисной компании. То есть, это топ-диплом, топ-специалист, молодой специалист в этой области. И, конечно, вот очень важно, чтобы вы, ребята, знали язык хорошо, да, английский язык. И сегодня вообще, конечно, язык это как само собой разумеющество, потому что сегодня наука и технологии, они во всем мире развиваются. И поэтому, если вы не знаете английского языка, ну, желательно английский, конечно, ну, понятно, если вы знаете еще и французский, и немецкий, это вообще круто. Потому что, когда вы обучаетесь, например, в Париже, там, в французском институте нефти или где-то в другом вузе французском, да, то обучение, конечно, на английском языке, но когда вы знаете французский язык, это очень приветствует. Французы, например, очень любят, когда с ними разговаривают по-французски, да, немцы любят, когда с ними по-немецки разговаривают. Ну, это здорово, да? Вот. И я полагаю, что вот сегодня вот ребята, которые счастливчики, которые попадают на эту программу, они просто выигрывают лотерейный билет, на самом деле. То есть они получают в итоге диплом, конечно, это трудно, учиться там колоссально трудно, сложно, нужно пахать и пахать, понятно, но зато вы получаете диплом, который, ну, просто он конвертируется, как бы без разговоров, да, диплом этот конвертируется. И Фрайберской академии, и особенно вот Imperial College, и, конечно, французского института нефти, у нас много таких представителей, очень многие ребята, которые возвращаются в эти программы, ну, немногие, конечно, одни из лучших ребят, почему-то остаются у нас на факультете. Они работают на нас, они сами преподают, занимаются научными исследованиями, значит, с компаниями. И вот, знаете, очень важно сегодня в образовании, чтобы это было не просто теоретическое такое образование, оно было бы с конкретными приложениями, да? Вот мы ведем огромный объем проектов со всеми крупнейшими мировыми компаниями, я не постесняюсь, я говорю, со всеми мировыми компаниями, то есть не только с российскими, с российскими, само собой, Роснефть, Газпром, Газпромнефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, Татнефть, Башнефть, ну, Башнефть, Роснефть, как бы, да? Вот, то есть мы ведем с этими компаниями проекты, причем проекты не просто какие-то такие вот обыденные, да, а некоторые из них просто фантастические. Например, у нас очень интересный проект есть, который мы называем нефтепереработка под землей. Вот сегодня жидкие нефти как бы кончаются, да, жидкие таких вот простых, которые можно как воду качать из-под земли, их все меньше и меньше, но нефти тяжелые, вязкие, их очень много. И чтобы их добывать, нужно их как-то нагреть, там, паром, там, поджечь, что-то сделать, да? А вот мы разработали технологии, когда можно их нагреть и еще использовать катализаторы и провести крекинг этой нефти под землей, причем наблюдая в это время, а что же происходит, где это происходит, в каком месте резервуары это происходит. То есть мы создаем такие технологии, уже с несколькими компаниями у нас есть проекты такие, когда мы первичную переработку нефти делаем прямо под землей. Лет 5 назад нам говорили, это фантастика, этого не может быть, а сегодня у нас реальные проекты есть, которые приносят уже прибыль. И наши аспиранты и магистры, они занимаются в этих проектах и получают навыки, и потом вот особенно иностранцы, они уезжают в свои компании за рубеж, и эти технологии наши несут в эти другие компании. То есть вот сегодня вот сплав науки, технологий и образования, особенно магистратуры и аспирантуры, он настолько важен и настолько серьезен, что вот мы этому уделяем особое внимание. Вот в нашем институте, не только институт, мы ведь привлекаем для обучения и для научных исследований не только специалистов с института геологии, но с нами работают математики, физики, химики, экологи, экономисты и даже юристы, которые мы вместе создаем технологии и внедряем их в жизнь. Мы создали такой мегафакультет в университете, он называется Эконефть, то есть туда входят представители всех перечисленных факультетов и институтов, и мы их всех привлекаем для выполнения научных исследований и для преподавания. То есть это неформально, то что мы там кого-то приглашаем, это действительно люди, которые вместе делают проекты, реальные проекты, за которые компания платит нам деньги. Сегодня, скажем, вот мы у нашего факультета, вот у этого мегафакультета есть оборот огромный, когда вот мы говорим, только практические работы, мы примерно выполняем, вот в прошлом году мы выполнили на полмиллиарда рублей, это огромные деньги. То есть компания платит нам деньги за реальные работы, и мы вовлекаем эти работы магистров и аспирантов. То есть это обучение не просто около доски, за компьютером, это обучение в рамках реальных проектов. То есть это колоссально интересно, ребята. И нужно, конечно, поставить себе задачу, например, прийти не просто сказать, что вот я хочу обучиться, стать нефтяником или геологом, а нам сказать, что я хочу работать в Газпроме. Знаете рекламу, да? Все у вас там, как там Газпром реклама, мечты сбываются, да? Ну, примерно так. Или я хочу работать в Роснефти, или я хочу заниматься космическими импактными структурами на Земле, хочу открыть новые крупнейшие импактные структуры на Земле. И понять, когда это произошло, что это, к чему это привело, и к чему это может привести в будущем для человечества. То есть надо поставить себе задачу, большую задачу, и каждый день, вставая утром, думать об этом и добиваться этой цели. Вы молодые, умные, красивые ребята, приходите к нам. Знаете, вот у нас все возможности существуют для того, чтобы ваши мечты сбылись. Просто вам нужно хорошенько поработать, а мы вам в этом поможем. И вы станете успешными и счастливыми людьми, как я говорю, да? Еще вопросы, может быть, есть? Вроде тем временем к нашей онлайн-беседе подключаются новые пользователи, и абитуренты просят напомнить, по каким предметам будут экзамены, и все же сколько конкретно составляет проходной балл? Первый вопрос. Здесь ответ однозначен. Это физика, математика и русский язык. Вот три предмета, ЕГЭ по которым мы учитываем при приеме. По второму вопросу. Здесь однозначного ответа нет. Он ориентировочный. Я рекомендую вам придерживаться такой стратегии действий. На сайте приемной комиссии Казанского университета есть где-то с 2011-2012 года информация о проходных баллах по направлению геология и с 2011 года по направлению нефтегазовое дело. Я еще раз конкретизирую. В прошлом году у нас был средний проходной балл 220-225. Давайте говорить 220 баллов по трем предметам суммарно. Я бы рекомендовал посмотреть, как ситуация развивалась в течение 5 лет прошедших. Тогда вы увидите. Я вам сейчас скажу, что такой анализ мне известен. Средние баллы варьировались от 210 до 225 по трем предметам. Вот на эти баллы средние и нужно вам ориентироваться. Какие конкретно баллы будут этим летом проходные, вам не скажет сейчас никто. Вот эта информация только ориентировочная, чтобы вы могли примерно сориентироваться по среднему баллу. То есть конкретного ответа на этот вопрос я вам смогу его дать 29 июля 2020 года. Примерно вот в такие сроки. Не спешите, может всякое вычистое. В принципе, скоро. И, наверное, все-таки один из самых актуальных вопросов среди всех абитуриентов. Сколько бюджетных мест предусмотрено в этом году? У нас 110 бюджетных мест по геологии и нефтегазовому делу предусмотрено. Количество бюджетных мест среди вузов геологических хорошее. И, соответственно, приходите к нам, у вас хороший шанс поступления. Для всех, кто хорошо знает физику, математику, исправляется русским языком. Хорошо. А если абитуриенты поступают на контракт, есть ли у них возможность со временем перевестись на бюджет с условием, что они будут учиться и вести себя хорошо? Да, такая возможность есть, но совершенно четко нужно осознавать, что только при наличии вакантных бюджетных мест. Вот если ребята, которые поступят на бюджет, по тем или иным причинам будут отчислены, и ребята, которые поступили на контрактный форум обучения, будут две сессии учиться на пятерке, тогда они могут подать заявление о переводе на бюджетный форум обучения. То есть только при выполнении этих двух условий. Хорошо. Насколько масштабно проходит приемная кампания из года в год в Институте геологии и нефтегазовых технологий? С каких городов к нам приезжают поступать? Возможно, с каких стран? Сложно ли им? Конечно же, сам процесс поступления — это волнительная пора для абитуриентов. Но переживать по этому поводу, наверное, лишнего не стоит. Главное, главное — здесь правильно ориентироваться в информационном поле. Вот сейчас, я надеюсь, вы знаете социальные сети университета, смотрите эту прямую трансляцию. Вот у нас, кроме общих социальных сетей университетских, есть еще и группы ВКонтакте, и, соответственно, группы в Инстаграме для абитуриентов, для школьников, где, ну и, естественно, есть официальный сайт Казанского университета, официально на этом сайте есть страницы Института геологии и нефтегазовых технологий. Также рекомендую вам постоянно посещать сайт приемной кампании Казанского федерального университета. Дело в том, что вы там можете найти ответы на многие ваши вопросы. Основная мысль здесь такая — вам важно ориентироваться в этом информационном пространстве. Тогда, собственно говоря, разобраться во многом в вопросах поступления станет гораздо проще. Если говорить о ребятах, откуда к нам приходят учиться, из каких регионов, то есть о диографии нашего приема, то, во-первых, это около половины наших абитуриентов, и, возможно, сейчас уже чуть меньше, это республика Торстан. Далее самая значимая часть наших абитуриентов и студентов, соответственно, это Башкирия, республика Башкортостан. Далее у нас практически есть студенты из всех регионов нашей большой страны. Это и Западная Сибирь, Восточная Сибирь, это и Приволжский федеральный округ, республика Мариэл, Чувашская республика, Кировская область, Белгородская область. В последнее время мы видим, что есть тенденция, ребята к нам приходят из Нижегородской области. Вот такая вот, собственно, география приема. Хорошо. Ну что ж, я напоминаю, что наш инсталайф, проходят в режиме реального времени, поэтому вы можете задавать ваши вопросы через Инстаграм. А пока к нам подключаются новые пользователи, я предлагаю рассказать нашим зрителям, что из себя представляет профессия геолог и профессия инженер-нефтяник. Потому что многие знают о ней лишь из документальных фильмов, а на деле как это выглядит и чему они научатся в нашем институте. Геолог – это очень широкое такое направление. Геолог может быть палеонтологом, гидрогеологом, инженерным геологом. Вот те слова, которые я говорю, может быть, если профи смотрит, геофизиком. То есть это очень такое. Ну вот для, скажем, обывателя, который ничего в этом деле не понимает, геолог – это геолог какой-то, мужик такой с бородой, с рюкзаком, с киркой такой, да, вот такое представление было. На самом деле сегодня, конечно, геолог, я уже начал говорить, когда я первый раз вначале говорил, это человек, который занимается разными вещами, например. Действительно, понятно, что палеонтолог – это человек, это палеобиолог, который находит остатки каких-то животных, или, например, изучает какие-то осадки, в которых микроскопические маленькие находят остатки под микроскопом, и следует их для разных целей – для реконструкции условий палеоклимата, для поиска полезных скопаемых, для прогнозирования корректоров нефтегазовой геологии, то есть масса применений. Гидрогеолог – это человек, который может быть, скажем, быть в поле, работать на буровой, отбирать образцы, потом изучать их в лаборатории, а может быть человек, который сидит за компьютером и моделирует движение подземных вод, скажем, где-то в каком-то водозаборе, например, воду там отбирает для какого-то города, то есть может создать модель, эту модель сопровождать, определять, сколько нужно отбирать воды, сколько нужно обратно чего-то закачивать, сколько нужно прекратить отбор воды по тем или иным причинам. То есть он занимается отбором и прогнозом, теоретически сидя в кабинете за компьютером. То есть совершенно разные. Или геофизик, который может выехать в поле, провести сейсмические исследования, где-то, скажем, на Ямале или в пустыне какой-то. Либо же это человек, который сидит за компьютером в компьютерном зале, обрабатывает информацию или занимается интерпретацией информации, то есть описывает эту информацию в терминах нефтегазовой геологии, говорит, что это структура, здесь песчаник, здесь может быть нет, это газовая шапка. То есть он выделяет вот эти вещи, которые интересуют геологов, нефтяников на этих сейсмических разрезах, на этих цифровых моделях, показывает, как все это нужно, что нужно делать, где нужно будет скважина. Это геолог. Он может с молотком ходить по полю, но таких геологов уже сегодня мало, заниматься поисками, но такие геологи все еще есть. Это вот особенная такая вот профессия. 50 лет назад это была самая популярная профессия. Вот я помню, люди поступали, чтобы стать геологами, съемщиками, уехать в Магадан, Тайгу и ходить по местам, где нога человека не уступала. Сегодня, конечно, таких мало, но тем не менее, такие геологи тоже есть. Кто такой нефтяник? Что такое нефтегазовое дело? Это более практичные геологи, технологи, которые занимаются добычей нефти. Добычей нефти конкретно. То есть это бурение скважины, это обустройство скважины, это откачка этой нефти, испытания, увеличение нефтеотдачи, применение разных методов, скажем, химикатов, взрывов, гидроразрывов, пласта. То есть разные технологии. Он может это делать в поле, в условиях скважины, где-то, скажем, в месторождении, а может сидеть за компьютером, где-то очень далеко. И, например, вот сегодня скважины в Сахалине бурятся из Москвы. В Москве сидит специалист, бурильший такой, за компьютером, там целый класс такой, там сидят люди, петрофизики, геологи, геофизики, нефтяники, они сидят в одном зале и буровик бурит скважину. А скважина на самом деле бурится где-то в Сахалине. И такое может быть. Сегодня там есть бригада, которая, скажем, обслуживает реальную скважину, поднимает инструмент, отвинчивает, вставляет новые трубы, там опускает опять инструмент в скважину. А реально бурение ведет крупный, хороший специалист из Москвы. То есть сегодня профессия геолога, профессия нефтяника колоссально изменилась. То есть все, что вам нравится, вы можете сделать. И, конечно, я рекомендую, например, специалистам пройти все ступени. То есть если, скажем, нефтяник, например, никогда не будет работать в поле, он не увидит реальную скважину, не увидит, скажем, как все это происходит в реальных условиях, вряд ли он станет полноценным специалистом. Поэтому мы уже во время обучения обеспечиваем разнообразную практику. У нас студенты проходят не только учебные практики, но и проходят и производственные практики в компаниях. И мы говорим, что вот этому студенту нужна вот такая практика, скажем, скважин нужна, или там, скажем, геофизика нужна в поле провести сейсмику, сейсмические исследования провести, ему нужно в поле поучаствовать в этой работе, а не провести сам, скажем, поучаствовать в этой работе, чтобы он увидел, как это происходит. Поэтому, конечно, правильный, полноценный специалист он формируется потихонечку, когда он проходит все вот эти стадии. И в конце концов он становится, поднимается наверх, становится большим начальником, и он уже знает, где, что, как, что делается. Более того, постоянно происходит обучение. Я говорил, что у нас есть центр повышения квалификации, примерно тысячу специалистов высокого уровня, они проходят обучение, дообучение в нашем центре по самым современным технологиям. Например, где-то в мире появилась новая технология, изучение, например, применение геномных исследований для нефти. Мы тут же организуем этот курс, находим специалистов, приглашаем, говорим, кому нужен такой курс. К нам прибегают специалисты из разных компаний, мы их обучаем, они эти знания применяют на практике. То есть, на самом деле, конечно, сегодня специалист, он постоянно обучается, он каждый год проходит какое-то дообучение, он получает новые сведения, потому что сегодня технология очень быстро развивается. Поэтому, знаете, сегодня настолько широкий спектр этих возможностей для специалиста, он может бегать в экспедиции, где-то, может сидеть в компьютерном зале, возможности огромные. Итак, наша встреча подходит к концу. Вы смотрели Инсталайв на телеканале Универ ТВ. Сегодня мы рассказали вам об условиях поступления, обучения и насыщенной жизни Института геологии и нефтегазовых технологий КФО. Субтитры создавал DimaTorzok